Девушки отдыхают 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Подарил «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Я за твою любовь. Я представлю на мгновенье тихие поля С пастухами темной ночью у костра и я. Темнота сменилась цветом, и не только там. То, за ком вещало небо, мир принес сердцам. Это Рождество, и пусть много лет прошло, Я скажу Иисусу вновь спасибо за твою любовь. Я скажу Иисусу вновь спасибо за твою любовь. Это Рождество, и пусть много лет прошло, Я скажу Иисусу вновь. Спасибо за твою любовь. Рождество, и пусть много лет прошло, Я скажу Иисусу вновь спасибо за твою любовь. Я скажу Иисусу вновь спасибо за твою любовь. Это Рождество, и пусть много лет прошло, Я скажу Иисусу вновь спасибо за твою любовь. Спасибо за любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это пение. Это то, что мы слышим и видим на улицах нашего города. Знаете, это удивительное и сладостное чувство того, что Христос родился. И знаете, еще когда ты слышишь, постоянно включаешь радио, слышишь эту музыку, когда ты видишь, что люди поздравляют друг друга, когда ты приходишь в офис, и первое, что ты слышишь, тебе говорят Merry Christmas. И знаете, слава Богу за это. Слава Богу за то, что Бог дает нам праздник. Сегодня я хотел бы говорить на тему Христос и Мудрецы. Я вначале хотел бы прочитать 2 глава Евангелия Теана с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это Ирод, царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех предосвященников и книжников народных спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевоз Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, которую упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведав у них время появления звезды, и послал их в Вифлеем и сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла, остановилась над местом, где был младенец. «Увидев же звезду, они возликовали радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его и Пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Знаете, когда я прочел эту историю, я думал, ну, о чем проповедь, здесь все ясно и понятно. Пришли мадрецы, пришли поклонились Христу, но чем больше и больше я стал вникать в эту историю, чем больше я стал ставить себя на месте этих мудрецов, тем больше я понимал, что то, что здесь написано, имеет большое значение для каждого из нас и оставляет нам хорошие, большие примеры. Но, первое, хотел бы обратить ваше внимание или просуждать, кто были такие мудрецы. Знаете, общая легенда или традиция говорит о том, что их было трое – это был Мельхиор, Бальтизар и Каспар. И были они из трех различных народов – Вавилонии, Персии и Индии. Но это как легенда говорит. Мы знаем то, что они были мудрецами с Востока, мы знаем, что они были философами, мы знаем, что они принадлежали какой-то особой касте особо влиятельной группы общества, состоящих из людей знатного происхождения. О них было богатство, у них было знание, у них была власть, и они также знали в порочествах о Боге. В то время, интересно, когда начали вникать, я увидел, что в то время атеистический мир слышал о Боге, особенно в Персии, потому что они слышали о пророке Валааме. Пороке, который проголосил то, что появляется звезда и то, что в Израиле родится царь, который будет главным царем, великим царем. И это порочество записано в книге «Чисел», 24 глава, с 15 стиха. Этот пророк говорил, «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открытый очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и розит князей Моавы, сокрушает всех сынов Сифовых». И там дальше перечисляется, кого он там еще розит, кого он побеждает. Но то, что они слышали, то, что они знали о том, что в Израиле появится царь, который будет владеть землей, который поразит все народы вокруг. И они слышали, «Я жидаю великого царя». Дальше эти волхвы, возможно, они слышали о порочестве Даниила. Это невозможно, я думаю, что они слышали и знали, потому что Даниил был начальником мудрецов. И также они слышали о том, что народ израильский имеет великого Бога. Когда мы читаем про целицию Исфир и Мальдихея, то они видели о том, что Бог проявляет свою руку и защищает свой народ. И даже написано было то, что в то время многие люди обратились к Богу. Когда они видели, что Бог защищает свой народ, многие люди обратились к Богу. Они вникали в порочество Даниила. И они также, эти мудрецы, слышали, возможно, слышали о порочестве Даниила, которое говорит о пришествии великого царя. Это интересное порочество. Это написано в 9 главе Даниила, 21 стих по 25 стих. Даниил написано. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гаврил, который я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерной жертвы и уразумлял меня, говорил со мною и сказал, «Данил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний». Итак, вникни в слово и разумей в видение. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыты были преступления, запечатлены были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатлены были видения и пророк, и помазан был святой святых». Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки семьдесят седьмин и шестьдесят две седьмины. «И возвратился народ, и возвратился народ, и обстроил стены, но в трудные времена». Это пророчество говорило о том, что явится Великий Царь, явится Христос, и определилось время. И я думаю, что те люди, те мудрецы, которые жили, рассуждали этими пророчествами, жили, искали Бога, они знали об этих пророчествах, и они ждали пришествия царя. Сейчас я хотел бы, чтобы мы представили себя на место этого мудреца, на место одного из этих мудрецов. Просто немножечко вместе с вами порассуждаем. Представьте, что вы тот, кто находился в Персии, в городе, принадлежал к мельможам, обладал властью, обладал знаниями. Ты тот, кто изучал эти знания, тот, кто изучал пророчества, тот, кто изучал чечеса, которые были с Валааком, когда он рассказывал другим о том, что, а следствие с ним заговорило, Бог его остановил, то, что он прославил Израиль, тот, кто изучал чечеса, которые происходили с Даниилом, с другими людьми, тот, кто изучал книги и видел, что Бог проявлял свою всемогущую силу и защитил народ израильский, и тот, кто просчитывал и думал, что вот должен явиться великий царь, великий царь, которого царю не было подобного на земле. И каждый день, и вот вы уже считаете, подсчитываете, и вы видите, что время уже пришло. Время уже пришло, Иоанн был построен, пришло время, когда царь должен явиться. И также ваше порочество, вы видите, что там говорилось что-то о звезде, вы постоянно выходите, рассматриваете небо, поднимаетесь на крышу, но ничего не происходит. Уже, казалось бы, вот должен явиться царь, вот должна на небе здесь держаться звезда, но ничего не происходит. И уже, может быть, ты еще раз пересадишься, перечитываешь эти порочества, рассуждаешь и думаешь, ну когда же произойдет это чудо? Возможно, ты даже читаешь слова Валама, которые он говорил о Боге, для того, чтобы еще раз укрепить свою веру. То, что не напрасно, вот это вы собирались, рассуждали. Вы читаете, Бог не человек, чтобы ему лгать, не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Читая эти слова, ты еще раз себе говоришь, да, должно произойти чудо. Потому что это чудо видели мои деды, мои прадеды, это чудо происходило. И ты еще раз рассуждаешь, поднимаешься на крышу, но не видишь. Рассматриваешь звездное небо, но не видишь чудо. И вот однажды поднимаешься на небо, смотришь в него, и вдруг ты видишь, что что-то засияло на небе. В десять раз обычной звезды. Это яркое засияло. И ты слышишь также то, что люди, которые наблюдают на небе, твои друзья, с тем, с кем ты собирался, они тоже ликуют и тоже радуются. Они видят, что царь родился. Ликование, радость, сборы. Чтобы прийти к царю, нужно как-то правильно приготовиться. Собирается караван людей, собираются служащие, охранники, для того, чтобы пойти и поклониться царю, для того, чтобы принести дар этому царю. Ты светлаешь лучших коней, берешь лучшие подарки. Ты горд тем, что тебе доверие принести этот подарок царю. Ты встречаешься с двумя другими караванами, и вы едете в Иерусалим. Звезда перестала гореть, но ты знаешь, что где-то она все-таки продолжает гореть, что царь родился уже. Вы едете в Иерусалим, въезжаете в главный город, и ты не видишь того праздника, что вы ожидали увидеть. Ты не смущаешься, когда приходишь в город, хотя это город еврейский, город иудейский, то находятся римские воины там, и ты вроде бы, ты из Персии пришел, который враждует с римлянами, но ты не смущаешься, потому что с тобой находятся два других каравана, с тобой находятся воинства. Вы въезжаете в этот город на лучшие одежды, у вас лучшие кони, у тебя окружают лучшие люди, и вы приходите для того, чтобы поклониться царю. Вы приходите, чтобы увидеть то событие, которое ты и твои предки ждали уже 500 лет, почти 500 лет. Вы подъезжаете в город, берете подарки, входите в царский чертог, и ожидаете увидеть рожденного царя, но встречаетесь с сиродом, у которого испуганное лицо, и у вас окружают люди, которых испуганные, непонятные лица, почему приехали, почему сюда приехали, неужели вы хотите опять что-то завоевывать, Иерусалим, для чего сюда явились? И вы задаете вопрос, и Ира спрашивает, царь спрашивает, для чего сюда приехали? Странный вопрос, думаю, странный вопрос возникает, для чего сюда приехали? Царь родился? И ты задаешь этот вопрос, где родился царь Иудельский? Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. И вдруг ты понимаешь, почему такое смущение на лицах людей. Они не знают о рождении царя, они не ждали царя. И особенно смущены те религиозные лидеры, которые, по идее, должны бы об этом знать. Царь об этом не знал, он поворачивается к ним, спрашивает у них вопрос, и они отвечают ему. Да, пропорочеством написано, что ты, Вифлеем, земля Иудина, ничьи не меньше других князей Иудина. Из тебя произойдет вождь, которая будет пасти народ Моя Израиля. И религиозные лидеры отвечают царю, ты слышишь этот ответ, и ты понимаешь, да, что-то должно пройти на другом месте. Ты немножко расчарован, но царь говорит, хорошо, выезжайте, поклонитесь ему, потом прийти мне и расскажите. Знаете, когда этот караван двигается опять в сторону Вифлеема, я думаю, что у людей опять было какое-то смущение. Рождение великого царя, который никто не заметил. Царь Ирод не пошел сам поклониться царю, и никого не послал поклоняться царю. Почему народ не празднует этот великий день, который, казалось бы, так ясно и ясно был виден на небе, когда загорелась эта звезда? Знаете, настроение тебя и тех, кто окружает тебя, можно сказать, падает, вы опять расчаровываетесь, вы опять думаете, может быть, это не было рождение царя. Продолжайте ехать, и вдруг опять на небе загорела звезда. Мы читаем это в Библии, что когда они вновь видели звезду, они возрадовались. И опять эти люди начали ликовать, потому что да, не напрасно они почти два года ехали, не напрасно они собирались, не напрасно начали этот караван для того, чтобы встретиться Христа. Нет, мы увидим Христа, мы увидим рожденного царя. И вот этот караван продолжает двигаться, приезжает Вифлеем, и звезда остановится над этим городом, небольшим городом, и звезда останавливается над этим amical đâyм домом. И ты чувствуешь, что что-то здесь необычное. Вы подъезжаете своим свитой к каравану, своим караваном к этому дому. Вы смотрите в этот дом, и из дома глядывает мальчик, которому несколько лет. И ты чувствуешь, что в нём есть что-то необычное. Все, кто тебя окружает, чувствует, что здесь все такое необычное. И вы чувствуете прилив какого-то энергии и благоговейного страха. Тогда ты, когда ты видишь, что здесь находится царь рожденный Не тот царь, которого, может быть, вы ожидали увидеть во дворце Но царь, который будет менять сердца людей Ты и двое других вельмож достает подарки Золото, ладон, смирно И каждый подарок, который имеет значение Вы принесли золото ему как царю Вы принесли ему, ладон, как первосвященнику Вы принесли смирному как человеку И вы заходите в дом и несете эти подарки И когда вы видите еще раз этого малыша Падаете перед ним на колени Поклоняетесь ему И вы понимаете, что твоя жизнь никогда не будет такой, как была до встречи с этим младенцем Ты понимаешь, что ты встретился с ним То, что ты увидел взгляд полного покоя, мира, любви Этот взгляд изменяет тебе изнутри И ты понимаешь, что никогда после этой встречи ты не будешь таким, как прежде Знаете, я размышлял об этой истории Которая здесь была написана Я думал, что может быть так, может быть по-другому была встреча младенцов со Христом Но я знаю только одно Те, кто встретился со Христом, жизнь того человека никогда не будет прежней Если мы увидели Христа, если мы узнали Христа Наша жизнь никогда не будет прежней Знаете, когда я читаю эту историю Я вижу много примеров, чему я могу научиться Я могу увидеть и понять То, что если те, кто ищет ответа, они найдут его Если мы ищем ответы, если мы ищем знания Если мы спрашиваем у Бога откровения То мы найдем ответы на эти вопросы Когда мы, как эти мудрецы, они изучали порочества, они ожидали Таким мы, когда мы ищем у Бога ответы, мы задаем им вопросы Мы берем священное писание, которое Бог нам оставил Для того, чтобы мы знали лучше его Мы могли бы лучше иметь с ним отношения Когда мы занимаемся этим, когда мы изучаем это, то мы становимся ближе к Богу Знаете, те пророчества, которые звучали много лет назад, они произвели влияние на мудрецов, на волхвов спустя сотни лет Знаете, это как бы для нас еще такой урок, что порой мы ожидаем, что это произойдет сразу Мы влаживаемся, мы не видим ответа Мы не видим ответа на наши молитвы, на наши просьбы Но я хочу, чтобы мы доверялись и знали, что Слово Божие, которое Он сказал, оно живо истинно Оно будет постоянно, оно будет исполняться в нашей жизни Если мы обращаемся к Богу, Он слышит нас Возможно, это произойдет не сейчас Возможно, то, о чем мы просим Возможно, это произойдет через 10 лет, через 20 лет, через 30 Но Бог ответит на наши молитвы Возможно, читая откровения Божьи, мы думаем Но неужели эти откровения Божьи, эти обетования Божьи, то, что Он обещал сделать, оно будет действовать в нашей жизни Но я хотел бы, чтобы еще раз читая, мы прочитали для себя в голове, еще раз запомнили Что Бог не человек, чтобы ему лгать И Он не Сын Человеческий, чтобы ему изменяться Он сказал, Он сделает Он будет говорить и исполнит И всякий раз, когда мы с чем-то сомневаемся, в чем-то разочаровываемся Чего-то ожидаем, оно не происходит в нашей жизни Я прошу вас, вспоминайте слова Подумайте об этих мудрецах, которые ждали много лет пришествия великого царя Подумайте о том, что они получили ответ на свои размышления Они услышали и узнали то, что они искали Второе, что хотел бы об этом увидеть, что ждущие чудо, они увидят его Знаете, мудрецы увидели чудеса Они увидели звезду, которая зажлась на небе Они услышали ангела, которая разговаривала с ним Они увидели это младенство Знаете, они ждали чудо, они ждали чего-то великого И это великое произошло Я думаю, что каждый из нас в жизни знает, что когда мы приходим к Богу А наш Бог чудесный Бог, всемогущий Бог, великий Бог Бог, которому все подластно Мы знаем, что когда мы обращаемся к Богу Он услышит нас Он услышит наши молитвы, наши просьбы, наши размышления И он проявит чудо Пусть это будет чудо в семье, пусть это будет чудо в политике, в социальном Это может быть чудо в любой части нашей жизни Знаете, я знаю, что сейчас многие народ переживают в Украине Что там произойдет Опять же, когда мы доверимся Богу И скажем, Господь, сделай чудо Это может быть чудо будет не через год, не через два, не через три Но будет чудо, когда мы доверяемся, молимся Ему Господь сделает чудо Когда мы размышляем о своей жизни, о своей семье Когда мы испытываем переживания о отношениях с мужем или женой или с детьми Когда мы видим, что у нас может ребенок погрязть в наркотиках и не может выйти Когда мы видим, что наши дети запутались в чем-то и не могут в это выйти Доверьтесь Богу Возможно, оно не будет сейчас Возможно, нужно подождать 10-20 лет А возможно, произойдет чудо, это произойдет буквально на следующий день Но я хочу, чтобы вы доверялись Богу и понимали о том, что рожденный Бог Он живой Бог и Он живой сейчас Он умер и воскрес Он находится сейчас с нами Еще хотел бы сказать, что Научиться этих мудрецов О том, что когда мы встречаемся с Христом Нам нужно посмотреть на Его Нам нужно поклониться Ему И нам нужно принести Ему дары Знаете, когда мудрецы увидели Христа Они пали перед Ним на колени Они посмотрели на Него и поняли, что это Царь Рожденный Царь Не такой возможно, который они ожидали Но все в нем говорилось, что это Царь необыкновенный и всемогущий Когда мы рассуждаем о Христе Когда мы смотрим на Христа Мы понимаем, что это Бог, который пришел на эту землю Бог, который пришел на землю конкретно ради тебя Он хотел спасти тебя Он хотел иметь отношения с тобой Это была и есть живая личность Не просто какое-то рассуждение И Бог живет И Бог хочет общаться с тобой И Бог будет давать тебе откровения, если ты будешь общаться с Ним Когда мы посмотрим на Него Когда мы будем понимать, кем Он является То мы автоматически заходим поклоняться Ему Мудрецы не заставляют себя поклоняться Или падать на колени Когда они увидели Христа Они упали перед Ним Потому что они поняли, что в Нем их Всехъестественное В Нем есть то, которое меняет сердца В Нем есть то, что меняет жизнь людей Жизнь этих мудрецов никогда не будет После этого случая никогда не станет прежней Наша жизнь после того, как мы встретимся Христом Никогда не станет прежней Знаете, я никогда не забуду момент моей встречи за Христом Когда я почувствовал Его руку на себе И я знаю, что я ни на что не променяю Христа Ни на какие богатства Ни на какие свои желания Я знаю то, что есть Бог в моей жизни То, что Он дает, моя встреча с Ним Я буду хранить эти переживания Я буду постоянно хранить отношения Христа в моей жизни И я знаю, что каждый из вас Кто пережил встречи с Христом Ни за что не променяет это И вы готовы быть поклоняться Ему И также мудрецы принесли свои дары Христу Таким и каждый из нас может принести свои дары Христу Мы можем принести Христу самое дорогое, что у нас есть Мы можем отдать Ему наше сердце Мы можем отдать наши желания Наши мечты, наши взгляды, наши мысли Мы все должны принести к Нему Мы можем принести, отдать Мы должны отдавать Ему наших детей Мы должны отдавать Ему то, что мы имеем Наше богатство, наши какие-то материальные ценности Все мы должны принести ко Христу И знаете, когда вы будете отдавать это Бог не просто заберет, Он даст вам намного больше Потому что встречаясь с Богом Бог дает вам мир, любовь, радость, покой, надежду, смысл жизни И знаете, если вы еще не пережили эту встречу с Ним У вас есть такая возможность Поговорите с теми, кто встречался с Богом И они вам скажут Что нет ничего прекраснее встречи со Христом Аминь, помолимся Господь, слава тебе то, что ты наш Бог Господь, слава тебе то, что ты живешь с нами Ты живешь в нас, Господь Слава тебе то, что ты великий Слава тебе то, что ты всемогущий Алилутерси наш Господь Ты родился для нас Ради нашего спасения Ради того, чтобы иметь отношения с нами Слава тебе это, Господи Я прошу тебя, благослови каждого из нас Понимать это Чтобы мы могли до конца понять Твое всемогущество Твою силу, Господь Прошу тебя благослови нашу церковь Помоги нам больше доверять Тебе Господь, мы верим Тебя Верим в Тебя Верим в Твою силу всемогущую, Господь Еще раз, слава тебе за все, что ты делаешь в нашей жизни Слава Тебе, что ты наш Бог Аминь Слушайте все люди Слушайся, земля Деву Мария, Сына родила Мир пришел, Спаситель Божий Сын Он земли и неба, Вечный властелин Чудный младенец, как прекрасен он Если б на соломе там приют нашел Царь, царей, Господь, Господь Если б на соломе там приют нашел Пастухи на поле стадо посли И ночную стражу у гостров не спи И ожидаю утренней зари Мирные беседы меж садой вели Вдруг осветился ярко небоскоп И не поспел ангельский путь Песню хвали пели ангелы Песню хвали пели ангелы Песню хвали пели ангелы Песня хвали пели ангелы Песня хвали пели ангелы КОНЕЦ 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 Богославит Ангельский хор, Далеко оглашая простор Над уснувшей землёй, Над уснувшей землёй. Ночь тиха, ночь свята, Славят люди Христа, И с улыбкой младенец гляди, Взгляд его любви говори, И сияет грозой, И сияет грозой. Ночь тиха, ночь свята, Пепель, свет, красота, Божий Сын в беле нами побит, В Витриемском верте ты лежит, Спи, младенец святой! Спи, младенец святой! Спи, младенец святой! Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Никто не знал, что этот царь был царь ненастоящий. Никто не знал, что в городе другом, Другой родился мальчик ночью этой, Но не было там кружев под рукой, Ни музыки там не было, ни света, Лишь тусклый фитилек свечи горел, Младенец в материнских был объятиях, Родился мальчик ночью, царь царей, Ты, Господь, Творец Вселенной Всесоздатель. Все это было, нет, не во дворце, И даже не в простом обычном доме, Ребенок спал с улыбкой на лице, В хлеву, где скот держали на соломе, И матери никто не помогал, Она сама, младенца, спеленала, И малыша качала на руках, И тайну о его рождении знала. Свершались этой ночью чудеса, Звезда над хлевом тем остановилась, И музыка гремела в небесах, И ангельское воинство явилось. Родился мальчик ночью на земле, Дитя любое точно так родится, Но в хлев спешили пастухи с полей, Чтобы младенцу низко поклониться. И пусть почти никто о том не знал, Что настоящий царь рожден был в яслях, И пусть не в белоснежных пеленах он спал, И пусть звезда над хлевом тем погасла, И пусть с тех пор прошли сотни лет, Но помнит мир о том рождении скромном. День Рождества проходит по земле, И во дворцах, и в уголках укромных. То имя царское слетает с уст, Которое впервые прозвучало в ту ночь. Родился мальчик Иисус, Царь всех царей и всех начал начала. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы за нее тоже помолимся, ну такой особой молитвой Бетти сегодня у нас невеста Вот, и где же жених? Жених, пожалуйста, пройдите вперед Брат Денис Денис, Бетти, мы очень рады, что вы нашли друг друга Я верю, что Господь соединяет браки на небе Брат Денис, это уже будет наш брат Хотя он ходил туда вот в такому, в Церковь Возрождения, да? В Церковь Возрождения Который оставил, оставленный нам в Писании Это Христос и Церковь Чтобы ваша жизнь была в самом деле примером Вот особенно для молодежи Та, которая еще собирается жениться Та, которая собирается выходить замуж Чтобы вот этот пример Целомудрия в ваших отношениях Был примером для нашей Церкви И для этого мира Пусть Господь вас благословил Сейчас мы помолимся о вас И также попросим, чтобы Господь благословил Приготовление к свадьбе Средств послал необходимых Ну и чтобы Вот все устроилось так, как вы желаете Чтобы Господь был прославлен Аминь Аминь Помолимся Господь, милосердный, прими сердечную благодарность За этот день Благодарим тебя за Бетти, за Дениса Благодарим тебя, Господи За то, что ты соединяешь Благодарим тебя, что У них родители, которые молились за них И вот Сегодня они перед Церковью Они знают тебя Я прошу тебя, ты благослови Сети приготовления к свадьбе И благослови, Господи, предстоящий брак И пусть в их жизни ты будешь прославлен Господи, мы благодарим тебя за все услышанные молитвы Благодарим тебя за наших братьев и сестер Молитвы, которых ты услышал И просим тебя Благослови, Господи, тех, кто нуждается Сегодня в молитвенной поддержке Мы молим тебя за брата нашего Вячеслава Сагуна Его брата, благослови, Господи Там, где он находится, исцели А также за дитя Тоже исцели И всех, кто нуждается в исцелении Мы просим тебя, Господи, соверши это Ради имени твоего святого Благодарим тебя за наших именинников И просим тебя, благослови, Господи Вот это новый год жизни для них Чтобы в самом деле ту благость и милость, которую ты окружаешь, они почувствовали на себе И чтобы благодать твоя была над ними Благослови предстоящие рождественские все эти праздники И тогда, когда мы будем встречать твое Рождество, Господь, здесь земное И тогда, когда дети наши соберутся в субботу Все это благослови Благослови, Господи И пусть имя твое будет прославлено через жизнь нашей церкви Мы еще раз призываем твое святое благословение На Бетти, на Дениса И просим, чтобы ты благословляя Благословил их всю жизнь От нас примет честь, славу, хвалу и поклонение Ибо ты ее достойен наш Бог, Отец и Дух Святой Аминь На реке есть ясный телища Владелец Божий и крепко спал Где пастухи поклонились Ему Как давно далеко Теперь эти ясный пусты Вдалеке есть рай, где Божий Сын Молил отца, что Бог нас простил Учил оборудовленный дорог Там давно, далеко Теперь этот храм пустой Есть большой крест далеке Где он, где Тьмон, судал за людей Вдалеке есть рай, где Божий Сын Вдалеке есть рай, где Божий Сын Хозяин жизни наш Господь А смотри, передавки вон не Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Мир вам, братья и сестры Чуть больше трех лет назад, когда я приехал в Штаты Через какое-то время у меня обнаружилась аллергия А очень такое интересное явление, когда моя кожа начинала покрываться красными пятнами Такими то ли прыщиками, то ли волдырями, которые сильно чесались И все это так сильно чесалось, что накрывало твой мозг Ты ни о чем не можешь думать, только о том, как сидеть и чесаться Может быть это далеко до того, что переживал Иов, но чувствовал я себя подобным образом Естественно, я обратился к врачу, чтобы попытаться как-то это дело вылечить Избавиться от этого И это заняло какой-то промежуток, период времени После чего мне сказали, что моя страховка не покрывает Эти методы обнаружения этой аллергии То есть через это иглоукалывание Или как оно, то есть чтобы брать пробы Говорит, но зато твоя страховка покрывает диетолога Сходи к нему, может быть, как бы у тебя эта реакция на еду Я пошел к нему, он меня проверил и посадил на диету Говорит, давай будем идти методом исключения Попытаемся проверить, если у тебя эта аллергия на еду Говорит, но я предупреждаю, что побочным явлением этого курса Этой терапии является похудение Ну, я сказал, хорошее побочное явление Наверное, лучшее, с которым я сталкивался И на протяжении месяцев четырех, наверное, я потерял 25 паундов Был очень доволен, был очень рад В итоге она сказала, что, наверное, у меня аллергия на еду Но не на какой-то продукт, а на какой-то компонент То ли глутен, то ли еще что И мне по-любому нужно делать пробу крови брать И искать, на что у меня аллергия Ну, естественно, я с диеты слез Успешно наверстал все, что потерял за это время И когда я утром сегодня надевал рубашку Еще раз почувствовал себя некомфортно от этого С учетом того, что я знаю, как похудеть Я знаю, что мне надо кушать, что не надо Я знаю о пользе хождения, может быть, в спортзал или чего-то еще И есть разные диеты, разные методы, чтобы похудеть И лучший из них, извините за грубость, называется «Хватит жрать» Особенно про тех, кто живет в Америке Но я все это знаю Как оно называется И как это надо использовать И что нужно делать Но в итоге все равно рубашка на меня плохо налазит Потому что я просто знаю И ничего не делаю В продолжении того, о чем говорил Тимофей Я тоже хотел бы обратиться ко второй главе Евангелия от Матфея И поговорить тоже о тех событиях, которые здесь описаны Только о другой личности или о других личностях, с которыми мы здесь сталкиваемся Рождество Иисуса Христа затронуло очень много и очень многих Оно вызвало неоднозначную реакцию разных людей И на протяжении уже нескольких воскресений мы продолжаем с вами говорить о том Как рождение Иисуса Христа повлияло на жизнь разных людей Или какую реакцию оно вызвало у разных людей Начиная от Марии Иосифа Которые молодые, еще не женаты Узнают о том, что Мария беременная Объявили, да, об эти единице И вот она завтра ему заявит Слушай, я беременная Очень интересная ситуация Как на нее реагировать Что с этим делать Дальше мы сталкиваемся с пастухами Мы смотрели, как на рождение Иисуса реагировали ангелы И, естественно, не могло не остаться незамеченным рождение Иисуса Христа Для такого человека, как Ирод Который очень неоднозначный, интересный, влиятельный человек своего времени Который был иудаистом Он не был евреем по рождению Он был идумеем, родственником евреев Это потомки Исава, брата Якова Но который принял иудаизм Был рожден в иудаизме В 25 лет он принял римское гражданство И в 27 он уже стал губернатором Галилеи И после этого, знаете, Иудея всегда была горячей точкой Где развивались разные события По разному много военных происшествий Убийства, смена власти Здесь приходят римляне На Иудею претендует Египет Где-то Сирия Иудеи сами хотят независимости И, знаете, все вот эти интриги Свержение, убийство И на фоне всего этого начинает выделяться такая личность, как Ирод Который, будучи довольно-таки молодым Умело пользуется своим положением, своими связями И добивается трона Он и пользуется, добивается расположения римлян В нужное время он оставляет свою семью в осажданной крепости Тайно оттуда сбегает Из Иудеи через Египет пробирается в Рим Заручается поддержкой Сената Возвращается в Иерусалим как царь Иудеи И так далее, и так далее Много событий в его жизни Которые как раз и есть благодаря тому, кем он был Благодаря его характеру Благодаря его силе воли Благодаря его, не знаю, разуму Или хитрости, или смекалке Или тому, как он умел пользоваться тем положением В котором он оказывался И он обладал хорошими качествами Он был хорошим строителем Он очень много построил Многого добился Иерусалимский храм Который до него был Довольно-таки таким посредственным зданием При нем превратился В одно из величайших зданий Тогошнего цивилизованного мира Обложенный мрамором и золотом Который на горе блестел В лучах восточного солнца Он построил несколько городов Несколько крепостей Он построил гавань Названную Кесари Волнорез был построен Чтобы сохранить город Разрушение со стороны моря Это довольно-таки хорошие Продвинутые Архитектурные достижения Которых он добился Он к народу хорошо относился Хотя народ его недолюбливал А в одно время Когда в Иудее случился голод Он раздавал еду Людям, которым Эта еда не доставалась Также на протяжении этих плохих времен Он два раза Снижал налоги Он обеспечивал народ Из-за этих строительных перемен Которые он производил Это все происходило Скажем так На общественных началах И очень много народу Было задействовано Которые во время стройки Естественно получали прибыль И тем самым Обеспечивали свои семьи У него было много Хороших качеств Но на фоне всего этого Наверное больше всего Выделялось его качество Жажды власти Попробовав что такое власть В свои 25 лет Родившись в семье царя Он знал что такое власть Он знал что власть дает Он знал преимущество власти И что с ней можно делать И он всячески ее добивался Всеми правдами и неправдами И большинство его поступков Или в основном его поведение Было связано или отталкивалось Или проистекало из этой черты Жажда власти Несмотря на то что он был Иудаистом Верил в Бога и Иегову И исповедовал иудаизм Иудейскую религию И он знал что Бог един И нельзя поклоняться другим богам В то же самое время Когда он побывал в Сенате Заручился поддержкой Сената И его утвердили царем Дабы придать этому больше Авторитета власти Или просто чтобы не оскорбить римлян Я не знаю Он рука об руку с Антонием И Октавианом Это два правителя Тамошней Тогдашней Римской империи Он направляется в храму Питера Где приносит жертвоприношение Этому богу и Питеру Несмотря на то что он верит И поклоняется Богу и Иегове И не раз в его жизни Были такие моменты Когда он пытался Примирить интересы Рима И в то же самое Примирить их с интересами Иудеев Пытался поклоняться Богу Строил храм для Бога Приносил жертвы Богу И в то же самое время Не раз он поступался Правилами или законами Бога В угоду тому кто он есть И кем он хотел Или хотел продолжать Оставаться быть Таким человеком был Ирок Который настолько любил власть Что не гнушался убийствами Он убил свою первую жену Для того чтобы жениться на второй Мариам И для того чтобы скрепить Свои отношения с хасманеями Это царственные роты В Израиле До того как пришли туда римляне Через некоторое время Он убивает и свою Любимую жену Мариам Потому что на нее наговорили И он подозревал ее в измене И кстати после этого Он был очень долгое время В глубокой депрессии Он убил любимого человека Только за то что Первосвященник был очень популярен В народе И он боялся восстания Или того что этот Первосвященник наберет Больше власти и популярности Чем Ирод Он приказал его утопить у себя Во дворце в бассейне Он казнил незадолго до своей смерти Трех своих сыновей Потому что обвинил их В заговоре против него И когда он умирал Он знал что люди Не будут плакать о нем Поэтому он дал приказание Арестовать самых знаменитых Или самых уважаемых Членов тогдашнего Иудейского общества И запереть в своем дворце За Иерусалимом И приказал Когда он умрет Чтобы этих людей убили Чтобы Хоть не по нему Но в день его смерти В Иудее был траур Таким человеком был Ирод Так он правил Так вот знаете Такой контраст Попытка завоевать Уважение народа Вера в Бога С одной стороны И с другой стороны Абсолютно Не задумываясь Ты все это нарушаешь Все это приступаешь Когда Угрожает что-то Твоей власти Твоему положению Тому к чему ты привык Что ты любишь Чем ты Хочешь Обладать И в такую обстановку Приходят волхвы Хотя эта вся история Занимает всего лишь Несколько стихов В священном писании Оно не произошло На протяжении одной ночи Вечером волхвы пришли Пообщались с Иродом На утро пришли Вифлеем Поклонились Выспались И пошли домой Это заняло Какое-то время Потому что написано Они пришли в Иерусалим Начали расспрашивать Ирод встревожился И весь Иерусалим Встревожился То есть Это вызвало Определенную суматоху Им уже было время Чтобы Эта весть Или новость Или этот вопрос Разнесся По всему городу Когда Ирод Позвал первосвященников Это тоже Не заняло Пять секунд Времени Надо было Чтобы они пришли Надо было Чтобы они Подняли Порочество И надо было Чтобы они Ответили Потом они ушли Потом Волхвы пришли То есть Это может быть Заняло Несколько дней Все это событие И на протяжении Всего этого времени Ирод Не мог найти себе Место Он был встревожен Он был Обеспокоен Потому что появился Очередной конкурент Который угрожает Всему тому За что он боролся Всему тому Что он заработал Потом и кровью Всему тому Чего он добивался На протяжении Всей своей жизни И чего он все-таки Добился И кровью Страхом Может быть Запугиваниями Или подарками Пытался все это удержать Опять появился Кто-то Кто претендует На главное место В его жизни Интересно То есть Естественно Он забеспокоился И наверное Одна из самых первых мыслей Была расправиться Как он обычно это делал Не заморачиваясь Не пытаясь Уговорить Кого-то Или знаете Найти более гуманное Решение вопроса Необходимо Сразу Избавиться От конкурента И поэтому Он зовет Первосвященников И книжников И спрашивает Где должен родиться Христос И вот здесь Я хотел бы Немножко остановиться Ирод Который был Иудаистом И вырос В иудаизме Естественно Знал Чаяния Израильского народа О мессии Особенно В этот промежуток Времени После того Как евреи Вернулись Из вавилонского Плена Одних Завоевывали Потом другие Они отвоевывали Независимость Опять попадали Под зависимость Им пытались Навязать Язычество Они отстаивали Свои религиозные Устои Закон Божий И знаете В последний раз Когда их завоевали Это были римляне И они очень сильно Их угнетали Евреи Просто стонали И в стоне Ожидали Мессию Каждая женщина В Иудее Которая рожала Мальчика Надеялась Что может быть Это он Мессия Может быть Наконец-то Пришел Избавитель Может быть Наконец-то Появится Тот Кто Назван Мессией С одним Условием Они Мессию Понимали По-своему Но об этом Мы чуть позже Поговорим Интересно Что Ирод Все это знал Это было Свежо Это было Легко Напоминя Но было У всех на устах У всех на слуху Что должен Родиться Мессия Должен Прийти Мессия И поэтому Когда Ирод Услышал О родившемся Царе Он знал О ком идет Речь И он знал Что Мессия Это не просто Потомок Давида Он знал Что Мессия Это не просто А какой-то Сильный Необычный Человек Он знал Что Мессия Это Помазанник Он знал Что Мессия Это Посланный Бога Он знал Из священных Писаний Что Мессия Должен был Называться Сыном Всевышнего Но это Знание Нисколько Его не Останавливало Заметьте Он обращается К фарисеям К книжникам И первосвященникам И задает Конкретный вопрос Где должен Родиться Мессия Где должен Родиться Христос Он знал Кого он Собирается Убить Он знал Против Кого он Собирается Пойти Он знал С кем Он имеет Дело Но это Нисколько Его Не останавливало Я не знаю Может быть Случись это 20 лет назад 30 лет назад Когда он Только пришел К власти Когда он Не успел Еще настолько Огрубеть Зачерстветь Или Опутаться Тем Кем он Стал На сегодняшний День Может быть Он отреагировал Бы по другому Но то В кого Ирод превратился Вот это Желание Жажда Власти Вот это Желание Господствовать Управлять Безраздельно Принимать Сам Решение Которое Ему Хотелось Сам Ставил Первосвященников Сам Издавал Законы Сам Отменял Делал Что Хочет И Когда Ты Все Это Попробовал Когда Ты Понял Что Это И Какое Это Удовольствие Тебе Дает И Ты Сталкиваешься Тем Что В твою Не Остановило Тебе Идеевском О Городе Вифлеем Потому Что Так Написано У пророка И Они Дословно Цитируют Пророчество Михея О том Что Должен Родиться Спаситель О том Что Должен Родиться Мессия Но Тем Не Менее На Фоне Того Что Весь Иерусалим Встревожен Ирод Встревожен Эти Люди Остаются Спокойными И Знаете Кажется Как будто Прошло Мимо Них Все Это Обошло Их Это Стороной Их Нисколько Не Заинтересовал Факт Пусть Даже Предполагаемый Факт Рождение Мессии Их Нисколько Это Не Взволновало Я Не Знаю Почему Может Быть Они Боялись Шумихи Может Быть Они Боялись Что Ирод Опять Начнет Очередную Волну Репрессий Или Что То Еще Произойдет Но Они Как То Себя Ведут Знаете Так В тени Появили Сказали И И И И Нас Это Больше Не Касается К Нам Это Никакого Отношения И Не И Священное Писание Остаются Абсолютно Равнодушными К Факту Рождения Мессии И Дальше Когда Выходя Из Этой Истории Пусть Прошло 30 лет После Этого Появляется Иисус Христос Ведет Себя Определенным Образом Есть Определенные Свидетельства И Они Понимают Что Иисус Христос Не Просто Человек Только Потому Что Иисус Не Был Таким Мессией Которого Они Ожидали Только Потому Что Иисус Не Вкладывался В Их Мировоззрение Не Укладывался В Уклад Их Жизнь Только Потому Что Если Бы Не Приняли Христа Им Пришлось Бы Все Менять В своей Жизни По Другому На Все Смотреть Переоценить Свои Ценности Только Поэтому Они Продолжают Игнорировать Факт Иисуса Христа Они Продолжают Игнорировать То Что Происходит В жизни Израиля В жизни Самого Иисуса И в их Жизни Только Потому Что Они Не Такого Мессию Ожидали Только Потому Что Они Ожидали Чего Физического Материального И Никак Это Не Связывали С Духовным Очень Интересная Знаете Богословие Очень Интересная Практика Религии Практика Христианства Давайте Назовем Когда Богословие Тебя Интересует Только С материальной Точки Зрения Что Можно Делать Что Нельзя Делать Что Можно Говорить Что Нельзя Говорить Сколько Можно Пройти Сколько Нельзя Пройти Как Это Делать И Как Этого Не Делать И так Далее Что Касается Каких То Духовных Глубин Твоей Духовной Сущности Твоих Духовных Переживаний Твоего Духовного Опыта Это Все Остается Полностью На Нуле Знание Священного Писания Упирается В материальный Практицизм Если Можно Так Выразиться И Такими Были Книжники Такими Были Фарисеи Поэтому Иисус Христос Их Нисколько Не Затронул У нас Осталось Мало Времени И Очень Долго Можно Говорить О том Как Они Реагировали И Ирод И Фарисеи И Книжники На Рождение Иисуса Но Я хотел Быть Поговорить О причине Точнее Больше Сделать Акцент На Причину Почему Они Ся Так Вели И Мы Поговорили О Ироде Мы Поговорили О Книжниках И Мне Кажется Причина Довольно Таки Ясная И Здесь Я Хотел Бы Перейти К Нам С Ты Ты Хозяин Своей Жизни Делай То Что Тебе Нравится То Что Ты Считаешь Правильным И Все Что Не Вписывается В Твои Планы Все Что Заставляет Тебя Действовать Не Так Как Ты Хочешь Избавляйся От Этого Все Что Претендует На То Чтобы Владеть Твоей Жизнью Все Что Претендует На То Чтобы Тебе Диктовать Как Поступать И Как Не Поступать Все Что Не Укладывается В Твое Мировоззрение Избавляйся От Этого Убивай Это На Корню Живи Для Себя Зачем Тебе Взрослеть Получай Много Сегодня Мир Полон Удовольств Если Ты Захочешь Их Всех Попробовать Наверное Жизни Твоей Не Хватит Чтобы Все Перепробовать Что Есть В Мире Живи Для И Поэтому У меня Их Будет Десять А бы Кто Все Таки Из Них В конце За Мной Будет Ухаживать Как Сказал Один Христианин Мужчина Отец Большого Семейства Мы Все Делаем Для Себя Мы Живем Для Себя Таким Был Ирод И Поэтому Когда Он Прикоснулся С Иисусом Христом Иисусу Христу Не Было Место В Его Жизни Иисусу Христу Не Было Места В Том Чтобы Принимать Решение За Ирода И К Сожалению Современный Человек Обработанный Пропагандой Современного Мира Современной Идеологии Удовольствия И Жизни Для Себя Сталкиваясь Иисусом Христом Предпочитает От Него Избавиться Потому Что Христос Не Просто Хочет Спасти Тебя И Избавить Тебя От Греха Христос Намного Больше Он Требует Чтобы Ты Предоставил Ему Управление Твоей Жизнью Иисус Христос Претендует На то Чтобы Быть Первым И Единственным Главным В твоей Жизни Он Претендует На Твой Характер Он Претендует На Твои Цели И Говорит Твои Цели Это Не Мои Цели И Я Хочу Чтобы Ты Жил Не Ради Своих Целей Я Хочу Чтобы Ты Жил Ради Моих Целей И У Меня Есть Мои Планы На Твою Жизнь Наверное Ничего Больше Не Режет На Слух Как Эта Фраза Что Кто-то Имеет Планы На Мою Жизнь Но Христос Именно Это И Делает Говорит У Меня Свои Планы На Твою Послание К Эфесянам Вторая Глава Десятый Стих Где Написано Что Мы Божие Творение Создано В Иисусе Христе На Дела Которые Бог Предназначил Нам Исполнять Я Не Просто Родился Я Не Просто Появился У Бога Были Планы Зачем Я Есть Бог Дал Мне Определенные Способности Дал Мне Определенные Таланты Которые Сегодня Я Использую Той Цели Ради Которой Я Позволил Тебе Или Я Решил Что Ты Появишься На Этой Земле И Мне Необходимо Столкнувшись С Иисусом Христом Делать Выбор Или Может Быть Я Похож На Книжников И Фарисеев И Первосвященников Которые Отлично Знают Священное Писание И Сегодня Мы С вами Знаем Писание Мы Готовы С вами Подискутировать По поводу Определенных Вопросов Которые Нас интересуют Скажем так Посостязаться В знании Как пишет Апостол Павел Но к сожалению Иногда Это заканчивается Просто знанием Мы знаем Что Христос Я знаю Я знаю Что так Не учи Меня Я знаю Часто Это касается Именно детей Верующих Родителей Которые Все знают С детства Библию Знают Знают Все истории Из Библии И точка Это никак Их не интересует С духовной точки зрения Этому знанию Нет никакого Духовного применения И это была Проблема Фарисеев Это была Проблема Книжников Знание И точка И никакого Практического Или духовного Применения Священного Писания Поэтому Христос Их не интересует Мы знаем Где он должен Родиться Не переживайте Мы знаем Кто он Мы контролируем Все И точка И Ирод И они Потерпели Фиаско Мы знаем Чем все Закончилось И на фоне Них Выделяются Волхвы Маги Колдуны Как бы нам Это не резало Слух Они занимались Тем Про что Бог сказал Есть грехи А есть Мерзость Это он говорил Ивреям Когда они Заходили В Ханаан Когда они Завоевывали Ханаан Он говорит Грехов Их не делайте И мерзости Их не делайте Из всех грехов Бог Мерзость Выделяет Особенным Образом И под мерзостью Он подразумевает Как раз Колдовство Магию И волхвование Потому что Эти грехи Имеют Прямое отношение К сатанизму К поклонению Сатане И к демонам К астрологии И другим моментам Предсказаниям Вызывателям Мертвых И так далее И так далее Я не знаю Конкретно Чем занимались Эти волхвы Вызывали Они мертвых Или не вызывали Но писание Конкретно говорит Они были магами И они волхвовали Но Они искали Царя Они искали Мессию И какими бы Грешниками Они не были Как бы далеко От Иисуса Христа Или от Бога Они не находились Только потому Что они Поставили перед собой Цель найти Христа Бог вышел К ним навстречу И на понятном Для них языке Рассказал им О рождении Мессии И это факт Про Бога Который не должен Оставить меня В сомнениях Если я ищу Бога Если я заинтересован Богом Бог обязательно Выйдет ко мне Навстречу Бог никогда Не останется Равнодушным К твоим поискам Бог никогда Не останется В стороне Бог никогда Не будет ждать Ну Когда же ты уже Наконец-то До меня доберешься Если ты ищешь Бога Бог обязательно Войдет к тебе Навстречу Бог Обязательно Тебе явится И ты подобно Волхвам Полные радости Отправишься К себе Домой Итак Родился Христос Вызвав Бурю Разных Реакций Кому-то понравилось Кому-то не понравилось Кто-то равнодушен Какая реакция В моей жизни По отношению К Иисусу Христу Хотел бы повторить Что сказал Тимофей Невозможно Встретиться С Иисусом И остаться Тем Кем ты был По-любому Это вызовет Определенную Реакцию В твоей жизни Ты будешь пытаться Может быть уйти От решения Того вопроса Но однажды Столкнувшись С Иисусом Ты никогда Не отделаешься От вопроса Что мне с ним делать Как мне с ним поступить Убить его Или пустить его Управлять своей жизнью Остаться равнодушным Мне и заинтересованным Или позволить ему Делать в моей жизни То, что он хочет Пусть Господь Благословит Каждого из нас Чтобы рожденный Спаситель Все-таки Стал Господином Нашей жизни Претендуя На свои цели На свои планы Для меня Он смог Их В нас Исполнить Во имя Иисуса Христа Аминь Давайте помолимся Отец Мы прославляем Тебя За то, что Ты чудный Прекрасный Бог За то, что Ты полный Любви Милости И благодати И Ты Долго терпелив И много Милости Ко всем людям Ты желаешь Чтобы все Спаслись Ты желаешь Чтобы все Достигли Познания Истины Но, как написал Павел Есть люди, которые Учатся всю жизнь И никак не Познают истину Благослови Чтобы это было Не про нас Чтобы мы Познавали истину Познавали тебя Чтобы мы Отдавали Свои жизни тебе Чтобы мы Не держались За власть Своей жизни Отдавали право Управлять Своей жизнью Тебе Чтобы мы Жили тобой И для тебя В имя Иисуса Христа Аминь Своей жизнью